Надеюсь, у тебя получилось изучить основные ресурсы и разделы сайта Scratch. И во второй части шестого урока мы рассмотрим процесс регистрации на этом сайте. Давай перейдем сразу на сайт и ты увидишь, как что нужно делать. Итак, вот мы на сайте. Для того, чтобы на нем зарегистрироваться, необходимо нажать на кнопку «Присоединяйся». Нажимаем. У нас открывается специальное окошечко, в котором нужно ввести имя для Scratch, пароль и его подтвердить. Это первый шаг. Здесь несколько шагов. Видишь, их целых четыре и еще пятые подтверждения через e-mail. Чтобы выбрать имя для Scratch или еще в сети есть такое слово «ник», лучше всего использовать латинские буквы. Давай введем. Я попробую, например, свои инициалы. Вот так. Но смотрю, что имя уже занято. Да, на сайте очень много пользователей и такой пользователь уже есть. Поэтому я попробую подобрать что-нибудь еще. Вот так вот. Такого имени нет, значит я могу его использовать. Дальше необходимо ввести пароль. Здесь говорится, что его нужно запомнить и никому не сообщать. Тебе можно, если ты дома все это делаешь, записать этот пароль, чтобы ни в коем случае не забыть. Как правило, пароль должен быть не очень маленьким. Ну, хотя бы шесть или восемь символов. Лучше всего, если в пароле есть буквы и цифры. Тогда он более надежный. Нажимаем кнопку «Далее». Вот мы ввели два раза один и тот же пароль и ввели имя для Scratch. Здесь тебе необходимо выбрать дату своего рождения. Если непонятно зачем, здесь есть подсказочка, зачем мы задаем такой вопрос. Поскольку я пишу видео, у меня немножко компьютеру тяжело. Это используется для того, чтобы определить возрастной разброс пользователей, чтобы подтвердить аккаунт в случае обращения. Ну, это просто нужно для того, чтобы лучше работал ресурс. Итак, я выбираю произвольные даты. Сделаю, чтобы я была постарше. Выбираю пол. Выбираю страну. Страна Беларуси. Она идет по алфавиту. Латинского алфавита А, Б. Поэтому достаточно легко и быстро можно найти. Но написано по-английски. Беларусь. Нажимаем Далее. И здесь очень важно ввести электронную почту свою. Если у тебя нет электронной почты, то можно ввести электронную почту кого-то из своих родителей, кого-то из взрослых, которые тебе потом помогут подтвердить этот аккаунт, эту учетную запись на сайте. И потом я покажу, что в принципе электронную почту можно отредактировать. Когда ты создашь свою электронную почту, то ты сможешь отредактировать ее в своих параметрах профиля. Я ввожу сейчас свою. Одну из. Для того, чтобы иметь возможность потом тебе показать, как с этим новым аккаунтом работать. Нажимаем Далее. Два раза нужно ввести один и тот же адрес. И в общем-то все. Тут написано. Вы вошли и можете создавать собственные проекты. Если вы хотите делиться и комментировать, просто щелкните по ссылке, которую мы вам послали в почтовый ящик, который был указан. Если у вас нет какие-то вопросы, проблемы, то можно списаться с разработчиками и они постараются помочь. Можно нажать на кнопку «Начнем». И здесь мы видим, что уже появилось вместо кнопки «Войти» мое имя, как я зарегистрировалась. И я могу смотреть свой профиль. Пока здесь в моем профиле ничего нет. Он у меня временный, поэтому я не буду долго рассказывать, как с ним работать. Но просто покажу, как все начинается. Нажимая на вот эту кнопку, мы можем увидеть сообщение и какую-то информацию о том, что произошло на сайте. Здесь первое сообщение – это приветствие Scratch. Можно посмотреть комментарии, если они были. Здесь их пока нет. И нужно подтвердить e-mail для того, чтобы с комментариями работать. Я потом войду в другой аккаунт и покажу, как работать с комментариями. Самое важное и нужное – это кнопка «Мои работы». Мы с этой кнопкой поработаем. Я покажу, как можно опубликовать свои проекты. Опять же, я войду в свой аккаунт, который у меня функционирует, где проекты уже есть. Но вначале у тебя тоже ничего здесь не будет. Ты сможешь добавлять свои проекты. Чтобы добавить свои проекты, вот у нас здесь есть две кнопки – «Новый проект» и «Новая студия». Если ты захочешь создавать свои студии. Но опять же, студии ты сможешь создавать после того, как подтвердишь свой e-mail. Ну а здесь можно будет увидеть те проекты, которые опубликованы и доступны всем на сайте Scratch. Или те, которые личные, которые доступны только тебе в твоем аккаунте. Их никто, кроме тебя, на сайте не сможет увидеть. Ну и, наконец, посмотрим профиль. Для этого просто щелкаем мышкой по имени. У нас открывается дополнительное меню. Нажимаем «Профиль». И здесь мы можем написать о себе пару слов, где ты живешь, чем занимаешься, над чем работаешь. И здесь будут те проекты, которыми ты поделился, которые ты выбрал в качестве избранных, за которыми ты следишь, какие комментарии пишешь. Опять же, мой аккаунт пока абсолютно новый, и здесь ничего нет. Поэтому здесь все пусто. Но мы можем посмотреть еще, какие здесь есть элементы. Опять же, мои работы. Либо на эту кнопку нажимаем, либо вот здесь выбираем. И есть настройки учетной записи, в которых можно, если вдруг произошла какая-то ошибка, изменить. Можно изменить локацию, местоположение. Можно изменить, обновить пароль. Но при этом обязательно нужно сначала указать старый, потом новый дважды. И можно, как я говорила, изменить электронную почту, ввести новый адрес. Если вдруг был введен, например, не твой, а родители, а теперь ты хочешь ввести свой e-mail. И, наконец, чтобы выйти из своей учетной записи, из своего аккаунта, мы выбираем «Выйти». Это обязательно нужно делать в том случае, если ты работаешь с сайтом на чужом компьютере. Если ты работаешь дома, то можно не выходить. У тебя будет все время эта учетная запись открыта. Это достаточно удобно. Ну и последнее, что я покажу в этом видео, это то, что здесь можно удалить свой аккаунт. Если тебе надоело работать, ты не хочешь пользоваться сайтом, у тебя все твои проекты сохранены на твоем компьютере, ты можешь удалить свой аккаунт. Вот этот аккаунт у меня пустой, я не хочу, чтобы он здесь долго находился, поэтому я нажму «Удалить мой аккаунт». Но еще раз повторю, будь внимательным, если ты вдруг случайно нажмешь на эту кнопку, подумай, все ли проекты ты сохранил, потому что вместе с удалением аккаунта будут удалены все твои проекты с сайта. Я нажимаю на эту кнопку и еще раз меня просят подтвердить, хочу ли я действительно удалить свою учетную запись. Если нет, нажимаем «Ох вернитесь» и работаем дальше, потому что бывает так, что случайно нажимаешь. Сейчас я нажму «Да, следующий шаг» и вот здесь вот есть уже дополнительная опция, можно оставить все-таки проекты, но отключить все комментарии. И дополнительные комментарии о том, что в течение двух дней можно вообще-то восстановить аккаунт. Ну, я выбираю «Удалить проект», у меня их все равно нет, и нужно обязательно подтвердить пароль. Вот я его ввела, и как только введен правильный пароль, становится активной кнопка «Удалить учетную запись» и «Выйти». Ну, это на тот случай, еще раз повторю, если вдруг у тебя что-то не получилось, или ты хочешь изменить свое имя, у тебя здесь нет никаких проектов, ты хочешь создать новую учетную запись, тогда ты можешь ее удалить. Удаляем. Все, я удалила, у меня опять остались две кнопки «Присоединяйся и вход», и я могу либо зарегистрироваться с новым именем, создать новый аккаунт, новую учетную запись, или войти в свою учетную запись, которая у меня уже есть. И в следующей части урока я войду в свою учетную запись и покажу, что с ней можно делать. Ну, а сейчас дело за тобой. Зарегистрируйся, пожалуйста, на сайте, если ты этого еще не сделал. Зарегистрируйся.